Ё-моё, шо ж столько пыли, блин. Купили дверь? Она была сюда завалена. Да, так вот, хейтеры, радуйтесь. Пипец, залёт, пацаны, вы трохи обосрались. Так вот, задача страховой компании выплатить как можно меньше. Ой, извините, экспертча занят сейчас ковид. Да ну нафиг, она вообще так никогда не закрывалась. Не знаю, разбираются ли мухи в цветах. Знаете, для того, чтобы сделать человека счастливым, сначала у него чего-то надо отобрать, чтобы он, сука, пострадал, а потом ему это вернуть. И выплачивают всего лишь 30% от этой стоимости. Вот здесь вот краска отваливается местами. Помойка это там, где моют автомобили, не очень хорошо. Но даже здесь они умудрились нахлобучить. Лёгкий удар молоточка и сантиметр шпаклёвки просто отваливается. Друзья, всем привет! Я не один раз говорил о том, что самое дорогое, что есть в автомобиле, это его кузов. И я говорил это не просто так. Я сторонник того, чтобы купить автомобиль слегка, ну скажем так, с какими-то техническими недочётами, нежели с плохим кузовом. Сегодня на примере своего автомобиля я покажу, что такое кузовной ремонт, как это долго, как это геморройно, к чему это вообще приводит, насколько растягивается. И то, как найти нормальных кузовных мастеров, это сложно. Ранее я как-то обещал уже показать процесс того, как происходит выплата в страховом ДТП, при страховом ДТП, именно об этом сегодняшнее видео. Ну и не только об этом, ещё о мучениях самого ремонта, кого что ждёт. И надо учесть того, что у меня есть опыт. И всё равно я встретился, сука, с таким геморроем, который до сих пор не могу отрыгнуть. А сейчас уже, на секундочку, у нас середина декабря. Декабря, внимание, история ещё не закончена. Она снимается периодически на протяжении уже нескольких месяцев. Так вот, после того, как у вас случилось ДТП, и это всё дело нужно оформить, в моём случае это было небольшое ДТП, это были оба трезвых водителя, и это не были пострадавшие. Если будет другой вариант, ну, например, там кто-то был нетрезвый, или же кто-то пострадал, то будет другой вариант развития событий. В моём случае было так. В общем, первое, что нужно сделать, это позвонить в страховую виновника, а виновник был не я, а другой автомобиль, и сказать о том, что я пострадал от вашего застрахованного автомобиля, госномер такой-то. Это первое действие, которое нужно сделать. Дальше нужно поехать в саму страховую и показать автомобиль. Если коротко, я уже написал само заявление в страховую, должны уже на днях приехать на СТО, посмотреть, разобрать, почему я сделал такой хитрый ход, поделюсь секретом. Просто вообще наверняка хорошая компания, но с учётом того, что раньше работал в страховых, так вот задача страховой компании выплатить как можно меньше. Моя задача сделать так, чтобы этих денег хватило на ремонт. То, что приехал эксперт, это было уже две недели спустя после ДТП. Значит, для того, чтобы он приехал, нужно было сделать следующее действие. Мне надо было четыре раза звонить на горячую линию, говорить о том, кто я, что я, когда будет мой эксперт. Ой, извините, эксперт сейчас занят, сейчас ковид. Звоните там в следующем месяце. Короче, жопа. Они говорят, мы в течение года вам выплатим. А всё это время машина стоит. Машину нельзя трогать. Машина должна быть сначала осмотрена, до того, как до ремонта. Поэтому так себе затейка. Вот этих товарищей всё время нужно шевелить, ускорять, звонить, надоедать, потому что по-другому вообще забивают. И вот таких, как я, назойливых, назовём это так, большой вагон и маленькая тележка. И я скажу так, каждый, наверное, третий, хотя там нет, наверное, каждый первый, вот тот, кто более-менее суетливый, он всё равно позвонит, спросит, поинтересуется, а все остальные в конец очереди. Вот как доберётся до вас время, тогда и будем смотреть. Ребят, ну, страховая это те чуваки, которых надо шевелить. И шевелить, причём серьёзно. Лишь только после того, когда эксперт со страховой компанией осмотрит автомобиль, разберут, посмотрят все полости, опишут повреждения, вот когда вот эта процедура будет произведена, лишь только после этого можно автомобиль завозить на ремонт. До этого нельзя. Доброе утро. Это не машина, это Вольво. Да, это не машина, это Вольво. Я только что общался с человеком, который считает, что Альфа Ромео это всё, а Вольво это ничто. Наконец-то добрались до моего автомобиля. Сделали дефектовку, разобрали вот здесь всё. Всё нормально. Вот типа, 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 не, нормально. Показалось, что повело кронштейн. Кронштейн тут целый. Здесь всё нормально. Здесь всё живее всех живых. Телевизор остался ровненький. Бампер, трава не моя уже. Колесо всё хорошо. Ну, в общем, прицепиться не к чему. Подкрылок надо, наверное, в мусор. Кстати, где подкрылок? Подкрылок, да, накрылся женским половым органом. Крепление обломалось. И вот здесь небольшое, что вот здесь вот все крепления сломано. Вот одно крепление сломано, второе крепление, третье. Короче, нифига, тут подкрылка не осталась после удара. Вот эту штуку, я думаю, мы починим. Мушеновую мы хрен закажем. Дверь сейчас скинут, примерят и будет мне счастье. Как говорится, лёд тронулся, господа. Присяжные заседатели. На момент записи вот этого видео прошло уже два с половиной месяца от момента ДТП. Но до сих пор автомобиль до конца не отремонтирован и полной стоимости по страховой ещё не заплачено. Поэтому накосячил и арт-драйв, и накосячила страховая. Но обо всём по порядку. Не успел снять момент, когда дверь откручивали. Вот дверь уже открутили, а крылышко от крылышка. Никогда себе не мог представить, что в Вольво влезет дверь от Вольво. Парни говорят, приезжай, мы тебе покладём. Ну, я-то понимаю, что они там куконые парни. Много всего засовывали и реально они действительно её засунули. Я, правда, не понимаю, как я буду доставать, буду пробовать. Потому что там хитрый манёвр надо. Я вроде бы запомнил, но посмотрим. В общем, вот дверь с крылом лежит. Еду выгружать и ждём часа назначенного. Но это уже будет осенью. Потому что осень уже завтра настает. И крыло мне отдали идеальное, без вообще без точки ржавчины за 100 долларов. По Украине 130, 150. Вот так вот они в среднем стоят. Но учитывая моё пролетарское происхождение и большое спасибо Игорю Ивановичу, отдал мне за 100 долларов крыло. И ровно так же за 100 долларов отдал мне он идеальную дверь. Подойдёт мне дверь или нет, ещё будем смотреть. Ух ты, пробка в обратную сторону. Аж народ повыходил. Ничего себе, вообще стоят наглухо. Ладно. Нужна ли мне будет эта дверь? Это ещё под вопросом. Говорит, слушай, ну дверь запросто. Привози, если что, я у тебя запросто откуплю, заберу. Дверь тоже он мне отдал за 100 долларов. Плюс ко всему он мне подарил пластиковый брызговик, который мне сломали при ударе, подкрылок не нашёлся, нормальный. И ещё из нищиков он мне подарил в багажнике лежит вот сюда, вернее не сюда, а на пассажирскую сторону кнопку стеклоподъёмника нового образца. Значит, поясню, нафига вешают запчасти перед тем, как можно же было их сразу загнать в камеру, покрасить и всё. Значит, ребята, не всегда запчасти подходят. То есть цель рихтовщика одеть запчасть, если она где-то не подходит, её надо подогнать, а лишь только после этого вот эти все вещи уходят в камеру. Ну а здесь ничего особо подгонять и не надо. Вольво, ёпти, я уже практически на новом авто. Пока ремонтирует мой автомобиль, я взял себе в прокат Seat Ibiza жёлтый такой, ядовитого жёлтого цвета, двухлитровый дизелёк, что-то там десятого года, не самая лучшая машина, на которой я ездил, она такая уставшая, но спасибо, что есть. Прошла неделя. Приехал я на работу, грубо говоря, половина девятого, увидел я одного мастера-приёмщика на арт-драйве. У меня вот вопрос. Арт-драйв это такая тема, которая никогда, ну вот на моей... Нет, редко, простите, не никогда, а редко вписывалось в сроки, то есть там постоянная тема. Вот, сделаем до обеда. Грубо говоря, 11 часов, машина стоит, все ходят, курят, никто ничего особо не делает, потому что где-то там на предыдущую машину не привезли запчасти, что-то зависло, естественно, всё занято, и вот этот круговорот событий, который никогда нельзя никак просчитать, ведёт к тому, что они не успевают вовремя. Так вот, мне пообещали, что в субботу мои двери будут покрашены. Вот сейчас я его видел, сейчас я пойду и посмотрим, покрашено оно или нифига не покрашено. Пришёл понедельник, и вот мне пообещали, что в понедельник двери будут покрашены, с учётом того, что дверей на машине нету и крыла, и капота тоже. и вот будет у меня счастье. Это мы куда? Ага, это мы в камеру прям, да? Да, в камере. В камере свет есть? Да, уже включены. Ёпти, красили прям со звуком, ну молодцы. Ё-моё, а что ж столько пыли, бля? Ты видел сколько пыли? По автомобилю красится переднее левое крыло, ну переднее левое крыло, оно синее, поэтому красится в серый цвет, цвет автомобиля. Точно так же красится передняя левая дверь, потому что она тоже синяя. Паровозом красится задняя левая дверь, потому что когда одна дверь хорошо идеально выкрашенная, а вторая имеет лёгкие сколы царапины, внешний эстетический вид, ну просто мне бросается в глаза, поэтому покрашена ещё задняя левая дверь и паровозом. За 150 тысяч я забил камнями капот и поэтому капот точно так же я решил освежить для того, чтобы у него был внешний эстетический вид. Итого красим на арт-драйве 4 детали. Эх, образцово показательные, с камерой. Ай-яй-яй. Капот, неужели это мой капот? Неужели он такой красивый? Ага, все равно блин, с мусором, но здесь его видно не будет. Вот здесь с мусором. Это пипец. И здесь с мусором. Везде все плохо. Что у нас здесь? Это ляжет под молдинг. Ну вот дверь, кстати, а все равно с мусором. Везде все с мусором, везде все сыпется. И вот эта вот тема, это любимая тема для хейтеров. Кстати, просили передать отдельный привет Богдану Хейтеру с Березняков. Это город Киев Богдан. Большой привет. Да, так вот, хейтеры, радуйтесь. Покрасили хреново, покрасили с пылью. Чем закончится, не знаю. Думаю, будут передувать, а может уберет полироль, чем я сильно сомневаюсь. Но радуйтесь. Значит, несмотря на то, что вот я знаю, что косячат все и всегда и аэрдрайв в частности, но в данном случае парни отработали нормально. То есть, грубо говоря, сейчас 11 часов, даже не грубо, а констатирую факт того, что 11 часов машина собрана и уже даже начали ее частично полировать. Сейчас тут разлет автомобилей по территории и красавцы молодцы, так что еще идем по плану. Я, честно говоря, откровенно скажу, я не верил. Но, наверное, все будет хорошо. Крайней мере, мне хочется в это верить. Завтра парни должны отдать автомобиль. И, на удивление, все идет в план, даже с легким опережением. Но, забегая наперед я скажу, никогда не нужно радоваться раньше времени. Как обещали, скоро пятница, Володя меня тут подкалывает. Ну, в принципе, дракон уже готов. Но, судя по тому, что он не помытый, хрен он еще готов. Смотри, у меня в комплект тебе тело такое есть. Смотри. Тело. Хороший подкрылок, да только не мой. Ну, наши же пацаны могут. Дождь пойдет и опять. Зазорчик стоит. Красота. Блин, в коем-то веке. Нифига себе. А вот я теперь мне не понимаю, как мне теперь тестировать парней этих самых подборщиков. Сказать, блин. Когда ж ты с... Пыль под лаком. Дядя Юра, шо за косяк? Шо вот это такое? Шо за беда? Да я тебе, наверное, не скажу. Нам хоть шам, блин. Без пыли вообще нереально покрасить. Нереально. Нереально. Реально. Нереально. Блин, нет ничего нереального. В этой жизни действительно нет ничего нереального. Нет ничего невыполнимого. Пока парни идут в срок. Я их не трогаю. Ну, а пылинку они мне сказали заполируют. Ну, скажи. Вообще плохая. Так, блин, а тем, что она мне не подходит. А вообще классная дверь. Выйди сюда. Чем? Сейчас скажу. А шо она такая? Она крашенная уже. Смотри, шо мы устроили. Ёперный. А, это то, что вот дверь, которую купили. Дверь, она была сюда завалена. Юрка тут лупанул разок. И тут все вывалило. И дверь невозвратная, да? Здесь нужно рассказать от лица, который работал на арт-драйве. Ну, я работал на арт-драйве когда-то запчастистом. Это был 11-13 год. Вот в то время я работал на арт-драйве. Оттуда у меня еще пошли тесные отношения с ними. Так вот. Я вам могу точно сказать. Арт-драйве это еще парни, которые очень хорошо следят за результатом. Как бы я на них не гнал, что бы я про них не рассказывал, это еще очень хорошее СТО. Потому что по сравнению с другими, это просто шляпа. Я почему не хочу заводить свое СТО? Лучший вариант иметь свое СТО, это не иметь своего СТО. Потому что, ну, так как косячат на СТОшке, и процессы, которые очень сложно проконтролировать. Я умею, но тяжело, долго и не буду. В общем, не хочу из ТО. Так вот. Вернемся в экскурс истории. Я Володю понимаю, как никто другой. Сейчас я объясню со стороны запчастиста. Делаем легкое отступление. Мы понимаем, что есть некий автомобиль, на который нужно... Мастер-приемщик пишет дефектовку, делает список запчастей. Задача запчастиста найти все эти запчасти на этот автомобиль. Так вот, он находит, звонит на разборку. Почему на разборку? Потому что заказчик не платит за новую запчасть. Потому что она стоит дурных, невменяемых денег. Согласовали, все окей, хорошо, покупаем на разборке. Купили на разборке, вроде бы нормальная, классная дверь. Приезжает дверь, меряет ее на машину. И она чуть-чуть не совпадает по плоскости. Что надо сделать правильно? Слегка ее отрихтовать, буквально на полмиллиметра, для того, чтобы она стала идеально в зазор. Легкий удар молоточка и сантиметр шпаклевки просто отваливается. Кто виноват? Правильно, Володя. Парень тот, который купил запчасть на разборке. Который понятия не имел о том, что она... Ну, это уже другая история, почему так получилось. Но виноват именно в этом Владимир. Ладно, что-то меня не туда понесло. Смотрим дальше. Теперь аж мне нравится. Ну, мне нравится, потому что оно уже... Кстати, а здесь что-то сделали? Заклеили вот эту дырочку? Да? Заклеим, да. С двух сторон заклеили. Шикарно. Это была дырочка контрабандиста? Нет, это была дырочка автомобиля, который до 2007 года. Короче, пока все прикольно. Ну, конечно, есть пылинка. Да ну нафиг, она вообще так никогда не закрывалась. Степа, блин, надо сделать все двери, чтобы так закрывались. Я просто протащился. Задняя, конечно, не так, а передняя вообще по классике. А какая неделя? Что вы меня разводите? В общем, если коротко, машину в тот день не так никто и не выдал. Ну, я подозревал, что что-то будет не так, поэтому прокатный автомобиль я вот точно не спешил отдавать. Ну, и, кстати, пару слов надо рассказать и о нем. Ничего не хотел сказать плохого про автомобиль. Хороший, прекрасный автомобиль Seat. Выносливый. Это двухлитровый. Это машина 2011 года. Правда, эта машина в прокате имеет на данный момент 275 тысяч. Данный аппарат был собственности одного из владельцев компании, который его потом предал и отдал в прокат. Почему предал? Потому что, когда он на нем ездил, он за этой машиной хотя бы следил. А теперь эта машина, сука, рассыпается на куски. Не, она целая. У нее там крашен передний один элемент. И сделана хорошо, без вопросов. Но ходовой у этой машины нет. Хотя, те парни, которые дают в аренду, говорят, слушай, машина, на, это лучшее, что у нас есть. Не, может быть, она действительно у них лучшее. Потому как, кстати, ранее, кто не видел, вот на канале я уже брал у них Opel. И, наверное, Opel им давать стыдно мне стало. Какое-то время у них был прокатный BMW. Но, видать, кто-то его либо просорил. Ну, в общем, нету этого BMW, не знаю, где он. Да, так вот, первое, это, наверное, шумоизоляция и птича в салоне соляркой-дизелем. Хотя, когда мне выдали автомобиль, он только был после помойки. Ну, помойка это там, где моют автомобили не очень хорошо. Плохо растерто лобовое стекло и очень сильно забрызгано каким-то ядовитым освежителем воздуха с бешеным запахом ванили, с содержанием какого-то, я думал, офигенно здорового аллергена. А по факту все выяснилось, когда эта вонючка выветрилась через три дня. Вот уже практически неделя, как я ищу на этом автомобиле. Так вот, когда эта вонючка выветрилась, я понял, почему у меня от долгих поездок, от долгих стояний пробок болит голова. А болит голова только потому, что здесь идут выхлопные газы в салон. Понятное дело, что этого никто не знает. Я вообще не уверен, что будет слышно, потому что если сейчас ускорится, то шумоизоляции здесь как таковой нет. Фара передняя, левая, не работает вообще. Вот не светит, не сияет, не горит и даже не спалахуйкает. В общем, темно ночью, если передвигаться, горит только правое очко. Не знаю, разбираются ли мухи в цветах, определяют ли мухи цвет автомобиля. Это плюс 18, плюс 20. На парковочке получается тепленько. И стоит, наверное, не наверное, а раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь машин на парковке. И мухи почему-то облепливают лишь только желтую машину. Почему так? Вообще не понимаю. Ну, ни на одной машине нету ни одной мухи. А здесь просто облеплено. Хотя, Сиат машина действительно неплохая. Что касается расхода. На механике эта сволочь жрет девять с половиной литров. Вот то, что мне рассказывают, шесть, шесть с половиной. Да, может быть, но нет. Этот прекрасный двухлитровый экземпляр потребляет больше. И здесь из минусов еще очень громко. Короче, двухмассовому муховику здесь уже Алис. То есть он уже приехал. Менять сцепление здесь дорого. И поэтому, я думаю, будут доезжать, будут доделывать, добивать. А потом, когда добьют, может быть, кто-то будет делать. Может быть, но это еще не точно. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у. Левый подшипник скупичный. Вот я сейчас сделал поворот направо. Пошла нагрузка на левое колесо. И левый подшипник здесь скупичный. Уже делает вот так. У-у-у-у-у-у-у-у-у. Когда на него даешь нагрузку. С божьей помощью я проехал 500 километров практически. на этом автомобиле сегодня я его буду отдавать со слезами на глазах от счастья ах ты же солнце как светит прямо глаз а вот теперь попробуем послушать какая же шумоизоляция у этого автомобиля сейчас 100 километров в час пусть пошло и переключаемся на пятую передачу разогнаться не факт вообще что что там не слышно скорость 130 километров в час короче по итогу мне автомобиль не отдали и на следующий день и через еще один день в общем отдали мне автомобиль только по моему раз два три на третий день после того когда обещали но так бывает очень часто и мы все к этому привыкли поэтому ребят очень часто когда он говорят неделя умножайте эту цифру как минимум на полтора и тогда вы будете попадать в сроки ну что очень часто бывает такое что где-то что-то сломалось где-то надо что-то доделать это что-то переделать это какая-то претензия где-то что-то еще те кто делают хорошо и качественно таких ребят очень мало и к ним здоровенная очередь я и сюда кстати тоже при помощи молотка зубила такой-то матери влазил но сейчас не об этом в общем торжественный день когда я должен забрать автомобиль ситуация была из разряда такой трагикомичной в общем что случилось забираю автомобиль все нормально парни говорят подъезжай потому что ну там вопросы были вот здесь уплотнитель не забыли приклеить ну не то чтобы забыли они правильно приклеили в общем есть мелкие вопросы здесь вот ца . есть тоже не приклеили короче суть до дела машина стоит под мойкой они говорят давай быстро подъезжай к нам мы сейчас за это заедем ну я же выезжаю подъезжаю ключ замке выхожу хлоп двери общались общались открыли двери закрыли двери открыли двери закрыли двери потом машина только бегемот бах и закрывается и мы стоим офигевшие я понимаю что второй ключ дома а машина наполовину заехала в бокс и ролета не закрывается и такая ситуация что парни благо меня завезли домой оттуда я взял такси приехал в общем все быстро в пакетах уже ночь но нормально приехал будем разбираться с дверью почему она закрывается чё и глючит ну что в принципе volvo не должна закрываться ни одна сигнализация штатная не должна закрываться здесь стоит именно штатная сигнализация на мойку не попал машина грязная но я уже на машине завтра с утра мне будут мыть а пока я на грязном бегемоте буду ехать в сторону домой вот такая вот ситуация те кто следят за нашим инстаграмом видели какой прикол был когда я забрал автомобиль друзья ситуация которая заслуживает внимания сейчас попробую показать продемонстрировать что получается общем я забрал машину с ремонта у меня была ситуация машина захлопнулась ключи остались не ездил за ключами то такое дело то мелочь что такая трагикомичная ситуация сейчас выезжаю машину на мойку не попала на вся грязнющая и я побрызгал на стекла и сейчас показываю чего получилось вот секунд и он брызгает нифига не на стекло причем что один что второе они брызгают вообще тупо в разные стороны ну вперед они мне освещают брызгают дорогу как поливайте машины ездили раньше при советском союзе поливали асфальт и вот тут такая же ситуация арт-драйв вы красавчики просто лучше успели по срокам носа с секунами это просто пипец залет пацаны вы трохи обосрались но на следующий день я решил парням сделать он урок нравоучения формате а что же не так с автомобилем отстань вперед перед машиной и посмотри что же не так я задаю вопрос олег как так получилось но олег парня зовут который который получил урок нравоучения назовем это так и тут он говорит слушай это же не оставил это же ставили рихтовщики поэтому давай расскажем им я говорю окей давай сюда рихтовщика сейчас мы сделаем и ему урок нравоучения что не так друзья посыл этого видео заключается в одном понимаете что если все-таки вы купили автомобиль с плохим кузовом ремонтом вам все равно придется делать доделывать и переделывать это и поверьте в нашей стране то впрочем и в любой другой ремонт кузова это дорого долго и как показывает практика нашей стране это ненадолго друзья вы просто не представляете вот насколько это кайфово ехать в машине которая тихая вот даже шепотом говорить реально будет слышно я понимаю вот едем сейчас 80 километров в час он скорость 80 все эти при 80 уже слышно было очень плохо знаете для то чтобы сделать человека счастливым сначала у него чего-то надо отобрать чтобы он сука пострадал а потом ему это вернуть наслаждение просто нет причин я балдею предела я поправлю на посте даже переписывать не буду я и балдею пусть пусть беспричинно пусть без без чего беспредельная да пофиг и вот для чистоты эксперимента я выехал на эту же трассу где я вчера ехал на сиате сейчас я разгоняюсь но сейчас уже больше стая щас попробую разогнаться посильнее но все равно даже сейчас слышно что тихо снимаю на ту же камеру переключаемся на пятую передачу разогнаться не факт вообще что что-то не слышно после сиата находиться в вольво просто блаженство вот никуда не спешишь вальяжная езда к этому располагает балдею а вот теперь пришло время рассказать про страховую ремонт закончился и после короче в конце ноября выплатили сумму значит выплатили сумму не всю да я понимаю по условиям договора наверное здесь надо сделать очень легкое отступление пояснить за что они начисляют и как они начисляют с учетом того что автомобиль вольво не свежий машина старше трех лет а в частности машине уже 13 лет так вот есть стоимость запчастей которая вот допустим дверь стоит там 27 тысяч гривен но с учетом вот этих вот цифр они не платят 27000 гривен а с учетом того что машина очень старая не делают минус 70 процентов от стоимости запчастей якобы амортизация и выплачивают всего лишь 30 процентов от этой стоимости но даже здесь они умудрились нахлобучить все эти запчасти они просчитываются через программу автодатокс у меня есть доступ к автодатокс я просчитал точно так же как и они и вот вот здесь как минимум только на запчастях на 10000 гривен они нахлобучили такое дело плюс было согласовано ремонтные работы по норма часам и здесь они тоже тысячи на четыре по моему не доплатили я написал жалобу они мерят слушай у нас все классно вот нет дальше только в судебном порядке хорошо давайте в судебном порядке тяжело постоянно присылают какие-то отписки в общем недоплатили недоплатили очень много и они считают что это нормально покрыла ли это расходы немножко не хватило скажем так то есть я не беру во внимание расчет того что я красил капот я красил за свои деньги не беру внимание то что я подкрашивал заднюю дверь я беру только запчасти и только покраску друзья этих денег ни хрена не хватило пусть немного но не хватило с учетом того что я брал бы ушные запчасти я их брал за очень недорого как я считаю что по украине цены совершенно другие и даже при таких раскладах этого не хватило поэтому страховые вот так вот выплачивают возможно есть какие-то инструменты воздействия сейчас я этого не знаю если раньше был в этой теме плотно то уже прошло очень много лет и сейчас у меня нет каких-то инструментов воздействия для того чтобы надавить на них и оплатить чтобы они оплатили вот эти несколько тысяч гривен не проще вот так вот их отдать и просто забыть потому что время которое будет потрачено поедь туда по пробкам вернись обратно напиши одну заяву отправь по электронной почте созвонись уходит большое колоссальное количество времени поэтому нет я этим заниматься вот для себя решил я уже не хочу понятное дело что можно было посудиться потратить еще полтора года жизни и не факт что получится расходов будет дофига поэтому я решил эту затею оставить вот такая была незатейливая история а по ремонту or drive иду я вниз и сейчас покажу короче видео уже надо финализировать сейчас я покажу ну на самом деле это видео оно было слегка забыто среди других оно должно было выйти еще осенью в ноябре но как-то не вышло так вот через несколько дней уже новый год а ну грязная машина но я попробую показать в общем если присмотреться вот здесь помыть машину то вот здесь вот будут видны следы от шкуры вот здесь вот очень плохо зачистили и задули вот здесь вот краска отваливается местами то есть вот здесь вот она уже по отваливалась естественно все эти дела они будут переделывать но будут переделывать они уже в начале следующего года но сейчас на новый год никто гнать не будет без машины я остаться не хочу это я к чему все рассказываю прошло уже раз два три четыре месяца машина не готова кстати почему я не заметил сразу же вот этих вот покрасов не то она не было видно не то она не просела вернее просела после того когда она высохла в любом случае могу сказать точно когда мне уже на финальной стадии выдают автомобиль и мне вот такие вот горящие глаза мне уже пофиг она уже лучше чем было и это уже хорошо это я к чему рассказываю вот даже мне человеку которому невозмутимому с высоким уровнем стрессоустойчивости и даже вот здесь я пролюбил принять нормально работу и получилось вот так как получилось ну я имею влияние на арт-драйв поэтому как бы мне хочется в это верить на самом деле я еще не знаю перекрасят или нет это уже будет следующем году а видео на самом деле это я слегка пропустил я уже впрочем об этом говорил друзья большое спасибо что досмотрели это видео до конца но с вами был николай тарануха всех с наступающим новым годом всем удачи на дорогах всем пока пока я поехал газ настраивать